Привет, YouTube, привет! Всем доброго дня! Вот такое повреждение у нас на двери. Заломчик на крыле. Надо это дело поправить. Дверку я подразобрал. Прежде чем снимать, начнем с того, что вот эти вещи надо немножечко аккуратно подполировать, чтобы они не мешали в работе. Вот она полоса у нас такая, здесь задирчики по лаку. Посмотрим, что можно сделать. Для начала, как всегда, уже заведено. Надо померить толщину. Здесь показывает 0,11, то есть 0,11 миллиметра толщина у нас покрытия. Я всегда это делаю. Почему? Потому что можно попасть на крашеную деталь. Иногда ребята настолько хорошо маляры делают покраску, что трудно отличить завод от не завода. Поэтому проще таким инструментальным контролем, вот таким нехитрым приборчиком определить толщину и уже как бы знать, с чем придется иметь дело. Берем немножечко, подполировываем все эти вещи, подокорачиваем. Вот насколько это будет возможно. И потом непосредственно начнем править. Я пользуюсь мензерной вот такой 400, еще старого разлива. старые запасы. Вот такой полировалочкой китайской. Сто лет в обед уже этой машинке работает верой и правдой. Ну и немножечко наносим на детальку и потихонечку маленькими оборотами полировать надо без фанатизма, поскольку это предварительная полировка. вот что получилось. В принципе все такие задержки мелкие кроме вот таких вот ушли. Дверка заблестела. Вот эти следы от потертостей уже ушли. Вот насколько я понимаю, поскольку у нас жесткость внизу, вот как мы видим, вот она труба. Сейчас я подсветку еще раз. Вот мы видим, наша труба вот эта жесткость находится вверху, то тут в принципе панель дверей сыграла. это в большинстве своем упругая деформация. Ее можно толкнуть назад и в принципе вот это вот большой страшный залом такой, который у нас есть. Вот он виден. он естественно уйдет. Останется мелочевка, вот такие вот заломчики. Вот видимо нравится. Но это скорее всего даже не относится к этому повреждению. Остальное будем делать. конечно неприятное зрелище, когда вот такая огромная вмятина на двери с заломом. Ну что, для начала конечно же надо все это нагреть, прогреть очень тщательно, чтобы температура была хотя бы на детали градусов там 45-50. И одев пару перчаток на руку, толкнуть это все дело изнутри. Ну вот как мы видим, вот он наш заломчик. Берем фен и потихоньку без фанатизма прогреваем это все дело. Не забываем следить за температурой. Здесь у нас показывает где-то 20 градусов. Нагреваем где-то градусов до 60. Вот оно само и выпрямилось, как мы видим. Вот такой маленький корпус. Дверь хлопнула и сама выпрямилась. Ну не все. Здесь конечно заломы остались. Сейчас я это все сниму, покажу. Но тем не менее, основной залом выпрыгнул. Как мы видели, при нагреве металл начал расширяться и основной залом выпрыгнул. Здесь остались недоделки. Опять же вот здесь у нас, как мы видим, залом идет, здесь залом. Отпечаталась. Ну и здесь будут некоторые мелкие помарки. Так же как и вот здесь. Вот рукой даже чувствуется заломчик. Вот. Ну что. Продолжаем править. Теперь надо снимать дверь и править ее уже непосредственно на рабочем столе и на стенде. Основная первоначальная правка удачно прошла. Теперь уже как бы остались те повреждения, которые невозможно так легко исправить. Вот она наша дверка. Один залом. Вот второй. Заломчик. Ну и тут их куча. Самое неприятное, конечно, вот здесь и здесь. Ничего, будем бороться. Под ручкой еще. Вот. Как всегда. Сейчас будем делать вот эту полосочку. выковыривать, потом эту и сюда. Что. Вот здесь вот шишка. Здесь как раз проходит вот такое большое пятно типа шумки. Ну и вот она. Вот такой у нас здесь длинный. Прочесана чем-то бампером, скорее всего. Сейчас займемся как раз вот этим местом. Еще раз повторюсь, вот рука в растопырку помещается. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот.